Здравствуйте, коллеги! Так сложилось, что Татьяна Костина адвокат по делу Гангадзе Подольского и Лишкевича, и одновременно мой адвокат. Но сегодняшнее мое участие в этой пресс-конференции связано не с этим, а с тем, что ко мне действительно обратился Алексей Подольский, потерпевший по этому делу, с достаточно аргументированным изложением того, что происходило в Верховном суде. И я, собственно, в связи с тем, что созданное нами межфракционное объединение «Дубина слуга украинского народа» одним из своих целей, одним из своих постулатов определяет исполнение международных обязательств Украины, взятых перед международными партнерами, настоящих обязательств, а также совершение правосудия, решил принять участие в этом деле. И мы всем межфракционным объединением будем активно вовлечены в помощь пострадавшим по этому делу. Не только потому, что справедливость должна восторжествовать, а потому что дело Гангадзе, Подольского и Лешкевича, это дело, которое является краеугольным камнем, раскрывающим на суть украинской коррупции. Потому что Кучма, по сути, является отцом украинской коррупции и человеком, который породил всех олигархов, которые впоследствии стали контролировать украинскую экономику, украинское государство. В том числе своего зятя Виктора Пинчука. Кстати, должен отметить, что для меня история дела Гангадзе, Подольского и Лешкевича, на самом деле, началась не вчера и не сегодня. Это делом я занимаюсь с 2014 года, когда готовил соответствующее расследование работы на телеканале 1плюс1. Это были документальные фильмы, посвященные этому делу, с комментариями и Лешкевича, и Подольского, и многих других людей, которые так или иначе задействованы или были задействованы в этих трагических событиях. И я убежден в том, что пока не будет поставлена точка в этом деле, пока не будут названы реальные заказчики этого преступления, пока не будут осуждены, или, вернее, поставлена точка в разборе мотивов этого преступления, никогда мы не доберемся до решения проблемы диалегархизации и разрешения коррупции на высшем государственном уровне. Потому что это дело является, еще раз повторюсь, фундаментом этой коррупции. С него все начиналось, и им это очищение от коррупции государству Украина должно закончиться. Это принципиальная позиция. Именно поэтому я сегодня здесь. Отмене межфракционного объединения мы будем обращаться по этому делу к парламентской ассамблее Совета Европы, к кабинету министров Совета Европы, к адвокатуре, чтобы поддержала и выступила против подходов, которые сегодня демонстрируются коллегией Верховного Суда, высший Совет правосудия, с заявлениями о возбуждении уголовных дел и, в частности, за препятствование адвокатской деятельности госпожи Костиной и представителя потерпевшего Шишкина. И будем обращаться, безусловно, к президенту Украины от имени межфракционного объединения. Я должен сказать, что я по этому делу, в том числе, буду настаивать на встрече с президентом, потому что я в этом ситуации с госпожей Костиной не согласен. Вот я уверен, что президент не давал каких-либо указаний по этому делу и не может быть причастен к тому, что правосудие по этому делу не установлено, да, не реализовано. Я говорю это и повторяю, что я уверен, что вот такие указания могли давать только аферисты, которые сегодня президента окружили, которые, по сути, контролируют многие решения, происходящие сегодня в украинском государстве. Поэтому я буду настаивать на встрече с президентом, чтобы говорить о необходимости выполнения взятых на себя Украины международных обязательств. У меня вот на столе лежит постановление Верховной Рады 2002 года, 10 января, которое постановляет выполнить резолюцию Парламентской Ассамблеи Совета Европы по делу Гангадзе и Лишкевича Подольского. И это реальное, единственное, наверное, обязательство, которое Украина брала на себя решением Верховной Рады между международными партнерами. И при этом происходит очень интересная история. На протяжении 19 лет взятое на себя официально решением парламента обязательство не выполняется, причем обязательство, которое касается прав человека, реально убийства, реально масштабнейшей коррупции в современной истории не выполняется. Но при этом мы с вами каждый день читаем новости о том, что третий-десятый секретарь какого-то посольства где-то кому-то что-то сказал, а с кем-то прошла какая-то встреча, какие-то активисты что-то потребовали. И именно поэтому Украина должна обязательно выполнить те или иные требования, в том числе ценой своего суверенитета. Вот краеугольное требование, выполнение которого приведет к Украину к реальному очищению и к установлению справедливости, без которой мы не сможем с вами двигаться дальше. Именно поэтому я и назвал сегодня это дело, когда с одним из коллег-журналистов общался, Рубиконом для президента Зеленского. Время поставить точку в этом преступлении. И я обязательно буду продолжать эту тему дальше, поднимать, говорить о ней. Еще раз повторюсь, уверен, что сейчас президент явно ни при чем. Но если в какой-то момент я пойму, что талантливый актер, ворвавшийся в украинскую политику, погубил украинскую надежду и не выполнил те ожидания, которые оставило перед ним украинское общество, я стану действительно его самым жестким критиком. Примерно так. Спасибо большое.